Ускорить, заморозить, отложить. Что Украине делать с затянувшимся контрнаступлением? Можно винить украинских военных, пенять на российские линии обороны или обсуждать пробелы в доктринах НАТО. Но факт остается фактом – контрнаступление в ВСУ не дало результатов. Разве что украинская армия каждый день продолжает терять военной техники и личном составе. А тем временем лето на исходе и многие эксперты полагают, что уже осенью западные союзники могут подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Так что же делать с украинским контрнаступлением? Ускорить, как предлагает Владимир Зеленский, заморозить по корейскому сценарию или отложить до лучших времен? О том, какие сценарии сегодня обсуждаются на Западе и в самой Украине, рассказываем в обзоре Белта. Контрнаступление можно повторить? Боевые действия в Украине могут продолжаться еще много месяцев. В связи с этим военные стратегии и политики на Западе уже начинают думать об организации нового контрнаступления весной 2024 года. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal. Издание отмечает, что западные союзники Киева рассчитывали, что украинское контрнаступление будет успешным. В такой ситуации Москва была бы вынуждена приступить к переговорам об урегулировании конфликта в предстоящей зиме. Однако ситуация на поле боя не оправдала ожидания Запада. Шансы, что это произойдет теперь, представляются призрачными, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах. В этой ситуации на Западе уже думают о возможности возобновления украинского наступления весной 2024 года. Западные страны также обсуждают, какую военную помощь они могут оказать Киеву в связи с новым контрнаступлением. Но при таком сценарии возникают две серьезные проблемы. Во-первых, при затягивании конфликта население западных стран может начать выступать против поддержки Киева. Во-вторых, Украина продолжает тратить боеприпасы и терять военную технику, поставленную Западом. Кроме этого, украинская армия теряет в живой силе. С другой стороны, к весне значительное количество украинских солдат смогут пройти подготовку в странах НАТО. К тому времени украинская армия также получит новые вооружения, в том числе беспилотники. Правда, ВСУ по-прежнему придется обходиться без истребителей F-16. Их могут поставить только к середине 2024 года. Цель Киева сейчас состоит в том, чтобы его нынешнее наступление завершилось достаточными успехами, чтобы показать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне, Берлине и других местах, что их поддержка не была неуместной и должна продолжаться, пишет Wall Street Journal. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC заявил, что в Киеве хотели бы ускорить контрнаступление. Для этого украинская армия должна получить от Запада истребители F-16 и другую военную технику. F-16 или любая другая техника, которая нам нужна, даст возможность двигаться быстрее, считает Зеленский. Проволочки с военными поставками приводят к новым потерям, отметил президент Украины. Он также в очередной раз заявил, что украинское контрнаступление идет по плану. «Мы все хотели бы, чтобы контрнаступление завершилось за более короткий период времени, но такова реальность», — сказал он. «Мы продвигаемся. Мы не застряли на одном месте», — добавил Зеленский. Ранее Зеленский уже заявлял, что контрнаступление ВСУ должно было начаться раньше, но затянулось из-за поздней поставки вооружений. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газеты The Guardian заявил, что наступление ВСУ замедляет дефицит саперов. По словам Резникова, обширные минные поля можно преодолеть, но крайне важно, чтобы западные союзники Киева расширили и ускорили подготовку саперов. Сотни километров минных полей и миллионы взрывных устройств на отдельных участках линий фронта до пяти мин на квадратный метр. Российские мины и поля — серьезное препятствие для наших войск, но не непреодолимое. У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины, рассказал Резников. Можно ли боевые действия заморозить? В последнее время идут разговоры о возможности заморозки конфликта в Украине по так называемому «корейскому сценарию». Об этом пишут западные СМИ, а также говорят в самой Украине. Как отмечает украинское издание «Страна», для того, чтобы закончить войну хотя бы по «корейскому сценарию», нужны как минимум три составляющие. Первое — изменение позиции украинского военно-политического руководства, которое заявляет, что цель Украины — война до выхода на границы 1991 года. И эта позиция не просто риторика, она опирается на конкретный военный план и расчет. Перерезать сухопутный коридор в Крым, вытеснить российские войска с юга Украины, а затем начать наступление на сам полуостров, пользуясь его логистической уязвимостью. Если ВСУ смогут выйти на границы Крыма, то никакого перемирия, естественно, Украина предлагать не будет, а продолжит наступление с целью вернуть контроль над полуостровом. Но для реализации этого плана нужно как минимум прорвать Южный фронт и выйти к Азовскому морю. И значительных успехов у наступления на этом направлении пока нет. И если их не будет в ближайшие месяцы, а тем более баланс сил на поле боя будет смещаться в пользу России, то между затягиванием войны надолго и ее скорым завершением по корейскому сценарию украинские власти могут выбрать последний вариант. Вероятность этого не стопроцентная, но она есть. Главным аргументом в этом случае для Зеленского может стать угроза дестабилизации и деморализации общества и армии в случае затягивания войны. Тем более, что уже сейчас признаки усталости украинцев от войны начинают проявляться все сильнее. Кроме того, власти корейские сценарии могут представить как победу Украины. Дескать, государственность сохранена, война прекращена, выход к морю сохранен, страна близка к вступлению в ЕС. Но, естественно, такое решение Зеленский вряд ли сможет принять самостоятельно без согласования с союзниками. Поэтому второй важнейший фактор – позиция Запада. По распространенному мнению, именно западные союзники весной прошлого года отговорили Зеленского идти на подписание быстрого мира с Путиным, пишет страна. И сейчас их позиция солидарна с официальной позицией Киева. Никаких перемирий ценой сохранения контроля России над частью украинской территории. Может ли эта позиция измениться? Может. И об этом прямо пишет западная пресса, которая указывает на то, что в случае отсутствия успехов украинского наступления, давление на Киев с целью прекратить боевые действия будет велико. Здесь один из главных факторов – приближение предвыборной кампании в США. Продолжение войны с очень туманными перспективами, но зато с угрозой эскалации и втягивания в нее непосредственно США наверняка будет использовано кандидатом в президенты Дональдом Трампом, как один из главных аргументов против нынешнего президента Джо Байдена. Поэтому Белый дом может поменять свою позицию и как минимум не препятствовать заключению перемирия, если к нему будут готовы обе стороны. И тут возникает третий ключевой вопрос – какова позиция России? В Украине распространено мнение, что задача Кремля и Владимира Путина – скорейшее перемирие по корейскому сценарию с фиксацией уже достигнутых завоеваний, включая сухопутный коридор в Крым. Но так ли это на самом деле? На этот счет есть разные версии. По одной из них Путин в реальности прекращать войну не хочет даже по корейскому сценарию, а намерен перевести ее временно в режим низкой интенсивности с постепенным наращиванием своего военного потенциала для возобновления наступательных действий, вплоть до достижения тех целей, которые Путин ставил перед СВО. В то же время вариант того, что Москва будет готова на скорейшее перемирие, также не исключен. Но для того, чтобы оно состоялось, нужно согласие всех трех фактических участников процесса – Украины, Запада и России. И прийти к этому будет очень непросто, констатирует страна. На днях глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину ждет тяжелая осень, поскольку мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта. По его словам, в разных странах начинают раздаваться голоса о том, что необходимо начинать переговоры. И эти голоса становятся громче. Однако в Киеве надеются их приглушить. «Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», – заявил Кулеба. Он отметил, что предстоящей осенью будет много непростых для Киева международных саммитов, на которых украинской стороне нужно количественное и качественное присутствие всего мира, а не только традиционных друзей из Европы и Северной Америки. Ранее Кулеба заявлял, что Киев согласен на переговоры с Россией через посредника, но только после вывода российских войск. «Эта цель может быть достигнута с помощью смеси войны и дипломатии», – полагает украинский министр. Между тем политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Лютвак в интервью телеканалу РБК заявил, что Вашингтон готов начать переговоры с Москвой. Президент Байден направил Кремлю ясный сигнал. Он хочет переговоров, отказавшись принимать Украину в НАТО, и поставлять ей истребители. «Это большой ясный сигнал, яркий зеленый свет, который означает «давай разговаривать», – полагает Лютвак». По мнению американского эксперта, урегулировать конфликт возможно за счет прекращения огня, проведения референдума в Донецке и Луганске. «Мы не можем себе позволить сложных решений. Оно должно быть простым – прекращение огня, тысячи инспекторов для контроля за плебисцитами, сами плебисциты и затем все возвращаются домой. Санкции снимаются, россияне, покинувшие страну, возвращаются обратно», – сказал эксперт. Очевидно, что возможности Украины продолжать боевые действия зависят не от желания Киева, а от помощи, оказываемой Западом. В этом плане у украинской стороны есть серьезные опасения. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова признала, что в Киеве не уверены, что поддержка США будет вечной. «Я не могу сказать, что мы все уверены, что поддержка со стороны США навсегда», – сказала дипломат. Она также отметила, что сейчас американские законодатели ставят под сомнение помощь Украине более остро, чем когда-либо. На минувшей неделе республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос в Конгресс о дополнительном финансировании для Украины. «Американцы устали оплачивать бесконечные войны и хотят видеть такую политику, которая не только поможет вернуть Вашингтону финансовое здравомыслие, но и поставит Америку и ее граждан на первое место в списке забот правительства», – говорится в письме законодателей на имя Байдена. Республиканцы отмечают, что администрации Байдена необходимо прямо объяснить, чего Соединенные Штаты пытаются достичь в Украине. «Россия начнет наступать» На фоне внимания всего мира контрнаступления Украины на юге Россия незаметно начала свое наступление, которое, по мнению аналитиков, направленное на подрыв украинской операции. Об этом пишет американская газета The Hill. Издание отмечает, что нынешняя операция намного меньше по размаху, чем зимнее наступление российской армии. Тем не менее, Россия уже добилась определенного прогресса и, похоже, нацеливается на Купинск, из которого украинская сторона на этой неделе распорядилась начать эвакуацию. Продвижение российских войск может оказать давление на Украину и рассеять внимание Киева, который сейчас сосредоточен на собственном наступлении. Кроме этого, любой успех российских войск будет контрастировать с медленным контрнаступлением Украины. Старший советник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Марк Кантин полагает, что если Россия продвинется вперед, то это станет серьезным ударом по Украине. На это стоит обратить внимание. Если русские добьются здесь какого-то прогресса, то это будет очень серьезно, считает эксперт. Это было бы разрушительно с точки зрения украинской риторики о контрнаступлении и могло бы обескуражить западных сторонников Киева. Зимнее наступление Москвы завершилось в конце марта, и с тех пор российские силы сосредоточились на защите от контрнаступления Украины. Но Россия никогда полностью не прекращала свои наступательные операции, продолжая серию ограниченных атак на линии фронта на востоке Украины, пишет The Hill. На минувшей неделе Россия быстро продвинулась на Купинском направлении. Если Купинск будет взят, то это укрепит контроль российской армии над этим районом, полагает издание. О том, какие направления станут генеральными для российского наступления в Украине, в проекте «В теме» на ютуб-канале Белта рассказал военный эксперт Юрий Дудкин. Возможно, такое политическое событие, как выборы в России, повлияет на события на линии фронта, но все-таки это вторично. Наверняка можно сказать, что наступление российской армии будет. Если изучить историю вооруженных конфликтов, то после длительной обороны идет наступление. Можно вспомнить, например, блестящую операцию «Багратион». Немцы ожидали наступления Красной армии в Украине, но его провели через Беларусь. «Это позволило Красной армии молниеносно выйти к границам Польши», — сказал Дудкин. По мнению военного эксперта, в ближайшем будущем следует ожидать генерального наступления на Харьков. «Это та цель, которая обеспечит безопасность западных областей России — Белгородской, Курской, Ростовской. Прекратятся безжалостные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны Украины», — убежден он. Как отметил Дудкин, чтобы полностью отрезать Украину от Черноморского побережья, российской армии необходимо освободить Одессу и Николаев. Кроме того, нужно освободить Измаил в Одесской области. «Таким образом можно будет отрезать поставки вооружений в Украину через Дунай. Я считаю, что для российского наступления эти направления являются генеральными. В перспективе это возможно зимой или весной следующего года», — добавил он. Эксперт считает, что украинская армия остается технически слабой, даже несмотря на поставки большого количества западной техники. «В российской армии практически вся техника заменяема. То есть с подбитой техники снимается неисправная деталь, на ее место ставится новое, и техника продолжает работать. А у Украины колоссальное количество иностранной техники различных типов и классов, и детали от одного типа техники не подходят к другому. У украинской армии нет технического обеспечения на поле боя. Таким образом, чтобы отремонтировать тот же «Леопард», его нужно отбуксировать с линии боевого соприкосновения и при наличии деталей попытаться отремонтировать в тылу», — сказал Дудкин. «Вкупе с отсутствием авиации и флота это делает украинскую армию технически отсталой. Несмотря на огромное количество металлолома, который различными путями пригнан в Украину, украинская армия остается технически отсталой, она не способна на активные наступательные действия», — считает эксперт. Кроме того, немаловажным фактором остается подготовка военнослужащих. Украинских военных отсутствует необходимая подготовка для ведения современной войны. Система военного образования в Украине еще при Порошенко была уничтожена. Там фактически не осталось военных училищ. «Для того, чтобы нормально обучить офицера хотя бы низшего звена, нужно 3 или 4 года», — заявил военный эксперт. Он также отмечает, что Запад все больше склоняет Украину к переговорам. На фоне провалов на поле боя Запад все больше склоняет Украину к каким-то переговорам. Нет сомнений, что Зеленский — это тряпичная марионетка Запада и ничего не делает самостоятельно. То, что ему скажут говорить, он говорит, и я думаю, что западные партнеры будут вкладывать в уста Зеленского какие-нибудь мирные инициативы. Но с нацистским режимом не должно быть никаких переговоров, — сказал Юрий Дудкин. Военный эксперт напомнил, чем закончились предыдущие попытки российской стороны провести переговоры с Киевом. России пришлось увезти войска из-под Харькова, Киева и Изюма. Но никакого перемирия это не принесло. Это был обман, чтобы укрепить украинскую армию.